Своими знаниями со студентами Олимпийского университета уже делились Томас Бах, Рене Фазель, Сергей Бубка, Ричард Крэган. Встречи с выдающимися лидерами мирового спорта – это уникальный опыт для будущих мастеров спортивного администрирования, считают в УЗИ. И в Афериане президент Международной Федерации Бобслей и Скелетона не просто прочитал ребятам лекцию, а раскрыл свой секрет успеха. Основная задача любой федерации – добиться обратной реакции, то есть эмоций. Поэтому, чтобы добиться успеха в каком-либо проекте, нужно уметь продавать эмоции. От грамотно разработанного бизнес-плана зависит многое. В университете работает программа обмена студентов, по которой сегодня здесь обучаются двое специалистов из Финляндии. Бобслей ребята видели только по телевизору. В их стране этот вид спорта не развит. Но здесь, в Олимпийском Сочи, будущие мастера научились из всего извлекать пользу. Мы стали обращать внимание на новые виды спорта, которые очень быстро развиваются. Сейчас мы собираем все нюансы и планируем популяризировать их у себя в Финляндии. Делегация Международной Федерации Бобслей и Скелетона ознакомилась с постолимпийским наследием Сочи, в том числе и с инфраструктурой университета. Обсудили здесь и перспективы сотрудничества, в рамках которого сюда на обучение приедут действующие организаторы соревнований мирового уровня. В ответ Федерация примет на стажировку в своей штаб-квартире в Лазанье студентов РМОУ. Они смогут практически поехать, потрогать руками, посмотреть, как работает, как организуется соревнование, как ведет свою текущую деятельность Федерации. Это совершенно уникальный опыт, это будет очень полезно для них. Обмен начнется уже в сентябре. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.